Да, 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 да. Вы думаете, что... А почему вы думаете, что я не могу для всех показывать материалы? Я материалы показываю для всех, да. И для тех, у кого денег слишком много, и для тех, у кого денег не слишком много, потому что все вы должны смотреть программу Автостоп. То, что мы находимся здесь, магнитной 111, вам показывает качественный выбор, потому что больше материалов из разряда автомобилей нигде нету. Качественных автомобилей. Все работы хороши. Выбирай на вкус. Тоже из машин. Но чего-то машины в цене залезли в топ с шестью нулями. Нули в большей степени же отменили в 1998 году. Если честно, по мне, сумма максимума в 500 или 700 тысяч была бы актуальна сейчас и в кредит. Сумма в 5,5 миллионов рублей вызывает у меня странные выгоды о машине ценой выше трехкомнатной квартиры. Просто смысл в чем? Потратить деньги впустую? Ну, наверное, да. Ситуация весьма интересная. Я не въезжаю, как бы вам, в ценники сверх шести нулей. То есть миллион рублей для меня это, конечно, жесть. Может, для кого-то это не жесть, но для тех, у кого средняя заработная плата примерно 50 тысяч рублей, это жесть. Но не для этой жести мы обращаемся куда? Мы обращаемся в тот место, где есть то, что нам нужно. А в этой структуре есть отличные машины из Америки. Вот она, настоящая машина из Америки. Есть еще и Китай. Есть еще и, естественно, Корея. Есть еще и Европа. Во-во-во-во. Все здесь есть. То, что нам нужно. Некоторая часть ездила не на новом, но в топе. Большая часть понимает, а зачем нули, когда за нули большие наши недвижуха? За меньшую та машине, которая приносит деньги большие. И когда мне втирают про перекупов и про продавцов машин, я к перекупам отношусь с большим почтением. Они также смотрят от и до и не берут течь. А честно, 75% автомобилей текут. Вот только в Вест-авто не текут. За что спасибо? А опять мне сегодня в очередной рассказали. Я говорю вам еще раз. Гораздо проще здесь покупать машины, потому что они сделаны для вас, а не для кого-то. Самый вопрос возникает. Это процедура опускания и поднимания. Опускания и поднимания. Опускания и поднимания. Опускания и поднимания. Для чего я все это делаю, господа мои? Для того, что здесь я вообще не вижу течи. Нету течи. И все. К слову о том, что здесь есть новые машины. Вот, пожалуйста, абсолютно новый автомобиль. То есть тупо те, кто текут, это мимо Вест-авто. Но меня спрашивают о ценах от 20-х годов века 21-го. Есть ли такие автомобили Вест-авто? Есть. И с нормальными ценами. Сегодня был вопрос, естественно, мы его порешали и мне задали вопрос насчет гарантии. Так вот здесь есть гарантия, потому что это очень крутой автомобильный салон. Мало того, здесь настолько он сильно крутой. Мне сказали, Лешенька, а есть ли здесь машина 2020-го года? Я говорю, есть машина. Пожалуйста, Kia, Rea, 21-й год. И ценник там совсем не 2 миллиона рублей. Совсем не 2 миллиона рублей, а поменьше, естественно, и на 300 тысяч, чем 2 миллиона рублей. Нам надо понять, что самая автомобильная нация не катается только на новых машинах. Мало того, в этой американской нации машины и не одни у дома-то стоят. Другая тема. Машины с гораздо большим пробегом из Европы. Собственно, на этом строилась Россия. Она строится и сейчас, и здесь, и в Бест-авто. Все машины мировых лидеров здесь есть. Пусть немного пробежавшие, но с гарантией. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Эту машину я любил всегда. Я ее даже больше любил, чем машину свою Форд Таурус. Потому что именно на этой машине я в первый раз прокатился, и это было в Миндяке. Ауди А6. Ну, тогда еще соточка была, но тогда еще она такая. Да и она и сейчас красивая. Я всегда знал, что она не стоит дешево, естественно. Даже тогда, когда я делал материал, она никогда не стоила дешево. Но в данном случае, в данном случае, я могу здесь обратиться, здесь большое количество кредитных организаций. Да, господа мои. И давайте все-таки определимся. Я любитель американцев. Я знаю, что американцы, ну, редкие специалисты среднего класса, у которых есть мозги, но есть желание не переплачивать, никогда не берут новинки. Никогда не беря новинки, можно прийти в Бест-авто и спокойненько взять вот такую машину по цене 1 140 000 рублей. Это копейки. Они никогда не стоили дешево, но она хорошая. А? Перекуп, перекупу рознь. Я вам цены и зарплаты сервисов по продажам новых озвучил. Но ни один продавец рядом с перекупом не стоит. Ему просто нужна продажа. А здесь реально обследуется будущая ваша машина. И они работают не хуже тех, кто привозил 140-ки от Мерседесов с 6-ю литровыми горшками в Россию. Зная качество, делается гарантия. Докатаемся еще чуть-чуть дальше. Вот эта машина, вот эта машина, Lada Vesta. Lada Vesta 2020 года. И там совершенно не миллионные ценники, абсолютно не миллионные ценники. И, конечно, мне потом уже, потом уже очень понравились машины под названием Opel. Да, господа мои. Opel Vectra, я на нем приехал. Ну, машина просто была изумительная. Огромные размеры и все, что нужно. И даже невзирая на то, что может быть некоторые проблемки с кузовом, но с другой стороны, на мощности не влияют. То есть, в принципе, мы можем себе купить машину из разряда Opel. Opel. Что за машина и откуда она? Opel – это машина, в принципе, из Западной Германии. Если честно, то мы будем говорить про эту тему. То есть, есть здесь все. Хотите покупать качество? Я не буду противник китайцев, но они все китайцы в идеале. Уж поверьте мне. Хотя, с другой стороны, мне и сами китайцы нравятся тем, что они говорят, мы не сильно идеальные, но мы рабочие. Я вам честно скажу, у меня рядышком с домом стоит китайский автомобиль, который до сих пор не гниет. Это тот самый первый автомобиль из китайской техники, который я снимал. Прямо катался на нем. Задайте вопрос, а лучше смотайте за дешевыми ценами в Москву или Челябинск? На машины, естественно. Вас продавцы поимеют, то не балуйся. Жизнь такая, обманывать за бешеное количество денег. Здесь в Best Auto такого нет. Малость больше, чем где-либо пространство дает выбор. А он огромен. Хотите новинки? Есть новые. Хотите ездить как вы хотите, а не как вилят рынок? Легко. Спасибо, Best Auto. Мы хотим, мы хотим, мы хотим. Да, конечно, мы хотим. Естественно, мы хотим ездить. И не только на Китае. Ребятки, я ничего не буду противником, но если человек хочет ездить на Европе, пусть он и ездит на Европе. Если человеку понравился Корея, есть и корейский вариант. Если ему нравится Япония, есть и японский вариант. Если ему нравится Франция, есть и французский вариант. Если ему нравится... Короче, все здесь есть от и до. Главное, чтобы вы сюда пришли, посмотрели и сделали свой единственный грамотный вариант. Незачем переплачивать. Не переплачивайте. Этого не нужно. Поверьте мне.